Музыка Михаил Александрович Климовский родился 28 сентября 1905 года в деревне Герасимовское Вельского уезда. Ныне это Верховашский район Вологодской области. До войны работал плотником и лесником в тресте Мосгортоп Верховашского леспромхоза на фронте с ноября 1941 года. Служил сапером 263-й стрелковой дивизии, сформированной в городе Архангельск, гвардии рядовой Климовский. 24 апреля 1944 года в бою за расширение плацдарма на правом берегу реки Днестр вблизи города Варница при отражении вражеской контратаки истребил из автомата свыше 10 пехотинцев противника. Преследуя врага, первым поднялся в атаку и ворвался в траншею противника, где пленил одного солдата. Приказом от 9 мая 1944 года Михаил Александрович Климовский награжден Орденом Славы Третьей степени. 16 августа 1944 года гвардии старший сержант Климовский в бою на левом берегу реки Висла выдвинулся с пулеметом впереди боевых порядков стрелковых подразделений и, заняв выгодную позицию, внезапным огнем уничтожил большое количество контратакующей пехоты противника. Приказом от 18 сентября 1944 года Михаил Александрович награжден Орденом Славы Второй степени. 12 января 1945 года Михаил Александрович Климовский при прорыве сильно укрепленной вражеской обороны в районе населенных пунктов Борек, Метель и Вуйгонская поднял взвод в атаку. Ворвался в траншею противника и из автомата и при помощи гранат истребил 6 гитлеровцев. Одного взял в плен. 14 января во главе бойцов взвода вышел в тыл врага и атаковал огневую позицию артиллерийской батареи противника. В этом бою Михаил Александрович получил тяжелое ранение, после которого на фронт он уже не вернулся. 10 апреля 1945 года награжден Орденом Славы Первой степени и стал полным кавалером этого ордена. В июне 1945 года гвардии старшина Климовский был демобилизован, где с 1957 по 1985 годы работал на Вельской лесоперевалочной базе Треста-Двиносплав, вначале плотником, а затем заведующий складом материально-технического снабжения. Является с 1980 года почетным гражданином города Вельск. Именем героя названа улица, на которой он жил. На его доме установлена мемориальная доска.